При капитальной замене системе отопления возмущаются жители, строители повредили батареи. Однако новые радиаторы собственникам предлагают приобретать за свой счет. До ремонта, уверяют жители, у всех батареи работали нормально. В квартирах было тепло и сухо, но идиллию нарушили рабочие. Когда меняли нам трубы, они били по батареям. Батареи при опрессовке потекли, дали течь. И не только у меня, а по всему дому. Соседи уверены, все дело в запорных кранах. В тех квартирах, где их поставили, батареи текут. А вот соседей снизу дома не было, и у них все в порядке. Соответственно, трубы стояк проходил в соседней комнате. Они, соответственно, стояк поменяли, а трубу так оставили. И она как была без запорных кранов, так она осталась без запорных кранов. Но переделывать работы коммунальщики не торопятся. Говорят, батареи – имущество собственников. Поэтому и восстанавливать его надлежит жильцам. По отдельным квартирам отдельные радиаторы, вот те чугун, о которых мы с вами говорим, просто не выдержали проведения гидравлических испытаний. Поэтому подлежат замене. Но говорить о том, что здесь некачественно выполнили работы генподрядная организация, мы тоже не можем. Правда, в двух квартирах строители батареи поменяли. Демонтировали некачественно, признали свою вину подрядчики. Но не более того. Радиатор там с какого дома? 62-го года дом. Они не менялись. Трубы заменены, естественно, поток воды увеличивается. Между секциями происходит вымывание этой грязи. Происходит протечка. Повлиять на подрядчика и фонд капремонта не может. Акты выполненных работ, в том числе и жителями, по этому дому уже подписаны. Работы по капитальному ремонту систем теплоснабжения уже приняты и оплачены. Управляющей компанией претензий к качеству выполненных работ не было. И все же требуется уточнить, чьим имуществом являются батареи. Необходима техническая экспертиза, поскольку каждый случай индивидуален, обнадеживают юристы. Общее правило есть только в теории. Если обслуживают одну квартиру, это индивидуальная собственность. Если две и более квартиры или жилых-нежилых помещений, это общедомовое имущество. Техническая экспертиза также позволит выяснить причину протечки батарей от износа или от физического воздействия. В зависимости от этого станет понятно, кому же следует нести ответственность за текущие радиаторы. Юрий Шумков, Владислав Колупаев, Городской дозор.